Продолжение следует... Продолжение следует... ...и смиренно отказываясь от тех форм экономического партнерства, которые десятилетиями обеспечивали процветание Евросоюза. Впечатление таково, что ЕС отбросил первоначальные цели своих создателей о повышении благосостояния граждан стран-членов и превратился во многом усилиями брюссельской бюрократии в агрессивный геополитический проект. Нынешние ситуации прямое следствие настойчивых попыток наших западных соседей обеспечить свое доминирование, беззастенчиво используя ОБСЕ для агрессивного продавливания узкокорыстных интересов и сознательно разрушая основополагающий принцип консенсуса и саму культуру дипломатии. Любому неангажированному человеку понятно, что серьезно и по-честному решать вопросы европейской безопасности так не получится. Однако западная столица с завидной одержимостью добивают шансы ОБСЕ на возрождение. Правящий в Киеве неонацистский режим перещеголял даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского. Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ и ее профильные институты молчат. Традиционно выступления на наших совещаниях принято завершать на оптимистичной, положительной ноте. Однако сейчас особых поводов для оптимизма нет. ОБСЕ по сути превращают в предаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти.